Барнаульский Динамо Барнаульскому футболу для развития Большое интервью с Михаилом Путинцевым читайте на Толке Бичанам представили гибрид трамвая и автобуса, сообщает бийский рабочий Именно так шутят жители Наукограда в социальных сетях по поводу банкротства трамвайного управления В паблике «Типичный Бийск» появилось изображение трамвая с колесами от автобуса Сопровождают фото надпись «Вот такие трамваи будут ходить в Наукограде после банкротства трамвайного управления» Шутка шуткой, но оказывается, такие трамваи по бийску ходили в 2012 году Подробности истории читайте на страницах бийского рабочего Кто ответит за сломанную ногу или куда барнаульцам жаловаться на некачественную работу дорожника в случае травмы? Ответ на этот вопрос публикуют корреспонденты комсомольской «Правды Барнаул» И правда, падения на улице часто заканчиваются переломами, но лишь некоторые пытаются добиться компенсации материального и морального вреда В прошлом году после получения черепно-мозговой травмы суд обязал «Автодорстрой» выплатить женщине 50 тысяч рублей Так куда писать и куда звонить при получении травмы? Читайте на страницах комсомолки Как выглядит новогодний подарок школьника этого года? На этот вопрос отвечают журналисты аргументов и фактов Алтай Так вот, весит он 900 граммов Кроме 42 номинований шоколадных конфет в него войдут канцелярские школьные принадлежности и инструкция специальной гимнастики для глаз Также в каждом подарке будет сюрприз Какой? Его раскроет губернатор на открытии «Краевой елки» 22 декабря в Театре драмы Журналисты резюмируют, что всего подарки получат 180 тысяч ребят края И еще немного новогодней тематики 22 декабря в Барнауле пройдет забег Дедов Морозов Акция состоится на пешеходной улице Молотобольской в 17.00 Принять участие в забеге приглашают творческие группы и отдельных исполнителей в возрасте от 14 лет Участвовать от одной организации могут не более двух Дедов Морозов и Снегурочек Заявки на участие принимают до 20 декабря Куда их направлять, читайте на Политебру